Меня зовут Мэля, я из города Казани. Обучаюсь гештальтерапии, я уже порядка 12-13 лет. А уже Мария Рапини, первый раз услышала от Резиды Поповой, это был его первый приезд в город Казань. Мне было очень интересно, так как это что-то было новое для меня, я не видела еще представителей в европейском гештальтерапии сообщества, и мне было очень интересно, конечно, как они все видят. И как они это представляют, как-то по-новому, по-другому. Первый раз я с ним познакомилась, прочитав статью о стадии. Многое, что перевернулось тогда, на самом деле, я увидела какие-то вещи совсем по-другому. Эта статья, она была достаточно написана доступным языком, но при этом принимала очень глубокие проблемы. Я поняла, что мне автор этой статьи очень интересен. В 2013 году Жан-Марий приезжал в Казань. У него был разовый семинар по Теори Селф, и ту информацию, которую он нам представил, это было что-то такое необычное, неинтересное. И в то же время, с одной стороны, это был совершенно по-другому фокусом. Сама эта теория, она была как-то рассмотрена очень подробно, очень глубоко. Именно после этого семинара мне захотелось встретиться и узнать что-то большее о гештальтерапии, именно через Жан-Марий Рабина, потому что я поняла, что это, конечно, другой уровень. Не только подача информации, не только сама информация, но и качество самого присутствия, то, как он взаимодействует с группой, то, как он работает на зависимости от хранящих клиентов. Это то, на что стоит играться в своей работе, и, конечно, это очень большой опыт. И это очень интересно. И именно после семинара я решила, что я хочу учиться дальше уже на Рабину, и я узнала о том, что набирается группа в Днепропетровске на третью ступень, где будет вести группу он и также им приглашенные тренера. И с того момента, до всего лишь дня я обучаюсь на третьей ступени, могу сказать, что другие приглашенные тренера – это очень интересные люди, каждый по-своему профессионал, каждый из них интересуется какой-то своей темой, и взгляд на гештальтерапию именно связан с той темой, которая его интересует. И это как-то расширяет видение гештальтерапии, как его можно применять, совмещая со своими интересами. Те знания, которые мы получали в процессе семинаров, это не только информационная часть, но это также и те работы, которые мы видели, это непосредственно живой контакт, который очень обогащает и себя как личность, и себя как гештальтерапевта. И это то, что невозможно взять, просто прочитав какую-то книгу, либо лекцию. Это то, что узнаешь только в процессе общения, в процессе контакта. Мне кажется, это может быть очень ценное и очень важное. Я на самом деле очень рада, что я попала в эту команду. Работа проходила в разных форматах, что для практического гештальтерапевта, конечно, очень важно. Это и как личные работы, это какие-то групповые упражнения, это супервизионные работы, очень заочные супервизии. То есть форматов было очень много. Мне кажется, это все то, что очень важно для практикующего гештальтерапевта. Очень хотела бы порекомендовать эту программу для работающих гештальтерапевтов, либо для тех гештальтерапевтов, которые в будущем собираются работать. Это та база, на которую можно и желательно обираться. Сейчас я вижу гораздо больше, чем видела раньше, больше понимаю, гораздо осознаннее отношусь. Это то, что влияет на работу, на качество работы, на мою уверенность как гештальтерапевта. То, на что я могу опираться. Это обогатил мой опыт. Я считаю, что это очень ценно приобретение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!